Привет, друзья! Сегодня мы на одном очень интересном объекте. Это проект телепередачи «Дачный ответ», в котором мы делали беспроводную систему лунного дома, беспроводное управление освещением. Очень интересный, красивый проект, очень уютная получилась комната, хоть и небольшая. И здесь мы сделали тоже очень много всего интересного. Давайте сейчас вам покажу, что тут есть. Для начала обратим внимание, здесь 6 групп освещения. Два трековых светильника, центральные люстры, подсветка окон, подсветка бара и торшет. Соответственно, всеми этими группами освещения можно управлять с помощью нашей системы Hight Pro. Конечно, для этого можно использовать наши беспроводные выключатели, вот здесь установлены. Ими можно включать и выключать свет. Здесь поставлены черные центральные выключатели, очень популярная сейчас модель. Соответственно, довольно удобно пользоваться. Мы сделали отдельную кнопку на каждую группу света. При желании хозяева могут потом перепрограммировать, избавиться от части выключателей, объединить группы света, как захотят, так и сделать. Кроме того, конечно, можно управлять всем этим с помощью нашего приложения Hight Pro. Ну, давайте, например, выключим люстру. Трековые светильники. Включим это обратно. Здесь также установлена светомузыка и экран проектора, которыми можно управлять с помощью нашего приложения. Ну, например, включим светомузыку. Ей нужно какое-то время, чтобы запуститься. Она заработает. Выключим ее. Кроме того, в этом проекте реализовано голосовое управление с помощью голосового помощника от Яндекс. Благодаря этому можно давать голосовые команды, и Яндекс.Станция Мини, которая здесь используется, подключена в общую аудиосистему. Голосовой помощник будет отвечать вам из общих колонок в комнате. Это очень интересное ощущение, как будто он присутствует где-то вокруг. Давайте попробуем. Алиса, выключи весь свет. Окей, выключим. Голосовой помощник потихонечку выключает весь свет. Алиса, включи люстру. Окей. Ну, согласитесь, это довольно удобно. Особенно, если учесть, что кроме непосредственно команд включения-выключения света, можно использовать голосовые сценарии. Я сейчас включаю весь свет с помощью приложения. Давайте продемонстрирую вам, как работают голосовые сценарии. Алиса, время кино. По этой команде выключается весь свет, кроме света в баре. И, соответственно, открывается экран проекта. Давайте, чтобы не тратить время, я с помощью нашего выключателя остановлю открытие экрана. Закрою его надо. Есть также еще один довольно интересный сценарий. Алиса, хочу вечеринку. Включи. Алиса запускает музыку. Включи. Алиса, громкий стрим. Вы можете голосом управлять всем, что происходит, даже заказывать конкретные песни. Но это уже не наш функционал. Это спасибо Яндексу. И напоследок расскажу о том, какое оборудование здесь установлено и сколько оно стоит. Здесь в щитке мы установили два четырехканальных радиореле. Это хайп-про. Установили здесь реле для управления приводами над проектором. И наши беспроводные выключатели, сенсорные, черные. Это самая дорогая модель, которая у нас есть. И все вот это вместе с нашим сервером умного дома хайп-про Гритвей и Яндекс станции Мини стоит около 30 тысяч рублей. На самом деле за эти деньги можно оборудовать нашими устройствами стандартную однокомнатную квартиру. Но здесь дизайнерский ремонт, много света, много дополнительных приборов. Поэтому получилась вот такая сумма. На мой взгляд, вполне по силам она, когда вы хотите сделать современный ремонт с такими модными фишками, как голосовое управление и умный дом. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Хайп-про. Нет повода для провода. Продолжение следует...